В Нарьинмар прибыла парусная экспедиция, посвященная 75-летию Победы. Экипаж следует на двух яхтах «Сибирь» и «Жемчужина» по сложному маршруту вдоль арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В гостях у яхтсменов побывала наша съемочная группа. Слово Любови Пермяковой. Считанные часы остаются до отправления парусной экспедиции. Яхты «Жемчужину» и «Сибирь» приводят к полной боевой готовности. Столица Ненецкого округа провожает яхтсменов сильным дождем и шквалистым ветром. Но для тех, кто не раз переживал шторм в открытом море, это не проблема, говорит капитан «Сибири» Сергей Щербаков. В многочисленных экспедициях экипаж не раз догоняли волны величиной больше, чем трехэтажный дом. Вот волны нас догоняли, потом уходили. И вот так одна волна, когда нас ударила, как сказать, волна убийцы, девятый вал. Они же все тоже не одинаковые. Некоторые больше, некоторые меньше. Вот. И мы, эта волна нас перевернула через нос. Один человек, вот я говорю, он стоял на руле, но на страховке, вот, лямки страховочные, полтора метра. Вот когда лодка вращалась, он вращался вокруг нее под водой, вот, ну, задержал до коня немножко. Вынырнул. Мы его оттуда вытащили. Для капитана «Сибири» Сергея Щербакова это уже 57-й выход под парусом. В экспедиции он следует в тандеме с яхтой «Жемчужина», капитан которой Владимир Вакарин. Штормовые условия были у нас. До 30 метров в секунду на острове Толгоев. Мы уже выжидали погоду. «Жемчужине» сколько лет уже? Семь лет. Яхта была построена в 2013 году, была спущена на воду, ну, и уже участвуют в ней в первом походе по северному морскому пути. Третий раз проходит его. У моряков сложный маршрут, часть которого уже пройден. Белое море, пролив Югорский шар, Харасавей, остров Белый, Сабета, Ямбург, Салихарт, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара и Омск. По словам руководителя парусной экспедиции Глеба Плетнева, любимым местом стоянки для экипажа останется Наринмар. После красноречивого и гостеприимного Ненецкого автономного округа мы чувствуем себя великолепно. Мы здесь отмылись, очистились наши души на севере, прополоскались предварительно на острове Колгуев. Поэтому мы бодры, заряженные северной энергией, в направлении Мала, надеюсь, дойдем без происшествий. У нас флаг Победы, флаг Ненецкого округа, флаг Архангельской области. И по ходу нашего яхтенного перехода в каждом регионе мы вешаем флаг территории, по которой идем. У экспедиции несколько важных целей. В год 75-летия Великой Победы участники возложат венки к местам гибели кораблей в Белом, Баренцевом, Печорском и Карском морях. А также экипаж оценит возможности плавания на парусных яхтах по северным маршрутам. Архангельская область и Малненецкий и Ненецкий автономные округа сообщаются между собой реками и морями. Эти маршруты вдоль арктического побережья участники экспедиции планируют описать для подготовки планов создания необходимой инфраструктуры для яхтсменов и просто туристов, яхтклубов, туристических комплексов. За всеми передвижениями экспедиции можно наблюдать онлайн.